Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале новой недели. Собственно, как и всегда, после выходных мы с вами возвращаемся к нашим спекуляциям, продолжаем следить за тем, что у нас показывает американец и, соответственно, рисковые инструменты, которые пытаются, конечно же, также показывать свой характер. И вот сегодня, кстати, на азиатской торговой сессии мы видим, как, в принципе, пока удачно. Но еще не вечер. Если мы с вами говорим про определяющую силу доллара, понимаем то, что именно БАКС будет сохранять за собой лидерские амбиции. Расти безгранично, собственно, без каких-либо локальных уровней, которые используются для отката, было бы просто сейчас непростительно. Поэтому даже американец знает то, что нужно все-таки знать свое место. И прежде чем, я уверен, мы с вами перепишем новый локальный максимум, нужно смириться с тем фактом, что допускается и консолидация, и коррекция. Я очень надеюсь, что то снижение, которое мы наблюдали на азиатской торговой сессии сейчас, которое выкупается долларом, в принципе, весьма динамично, не заставит вас отказаться от той длинной идеи, которую мы лоббируем уже на протяжении многих месяцев подряд. И сейчас, даже несмотря на коррекцию, мы все равно, как никогда, близки к нашей с вами зарядной цели протестировать по той же самой паре доллар-японская иена сопротивление 115 иен против американцев. Безусловно, о доллар-японской иене мы с вами еще поговорим, но у нас есть наш с вами привычный сценарий, начиная мы с нефти. Но в этот раз я, пожалуй, снова, сперва сделаю акцент на такое функционное сообщение, поскольку сегодня понедельник, у нас время нашего традиционного вебинара, правильный понедельник, который состоится в 16.30 по московскому времени. Я всех с удовольствием приглашаю на него. Мы разберем основные события прошлой недели, посмотрим на те макроэкономические отчеты, которые на повестке этой пятидневки, и, безусловно, поговорим о целях по наиболее популярным валютным парам. Эти цели будут в течение всей недели. Поэтому, если есть возможность присутствовать на вебинаре, то в 16.30, соответственно, увидимся уже онлайн. Также хочу отметить, что, видя комментарии, которые поступают, собственно, и на форуме о маркетсе, и под нашими традиционными брифингами, я считаю, что нам уже пора расширять, собственно, спектр тех активов, которые мы анализируем. Поэтому давайте с вами такой проведем интерактивный опрос. Какой инструмент, вы считаете, является сейчас также весьма интересным, и на который мы должны обращать внимание. То есть, выскажите свою позицию под видеобрифингом, посмотрим, какой актив наберет большее количество, собственно, голосов. На него и будем также делать оставку каждодневную, как и на прочий список инструментов, на которые мы обращаем внимание каждый день. Рынок нефти. Давайте поговорим о позитивном, скажем сейчас, тренде, который разворачивается. Хотя это еще не тренд, но коррекция. Все-таки надеюсь, что она перерастет в долгожданное, нисходящее ралли, которое сможет завести наш излюбленный актив ниже 45 долларов за баррель. Мы видели, как в пятницу заключительная торговая сессия. Рынок черного золота неплохо скорректировался. Клос 48.11. Сейчас торгуемся чуть повыше. 48.21. Ключевая идея. Она остается неизменной, но сейчас она интересна, как никогда. Потому что мы с вами уже на финишной прямой в среду заседание ОПЕК. И многие сейчас расценивают этот новостной фонд как главнейшая, важнейшая судьба, но устное событие для всего рынка углекодородов. Потому что в зависимости от тех договоренностей, которые будут достигнуты, мы будем наблюдать либо развитие повышательного ралли, закрепление активов выше 50 долларов за баррель с потенциалом ухода еще выше, либо мы будем с вами с особым удовольствием констатировать факт реализации нашего с вами медвежьего потенциала, на которое мы делали ставку очень давно, очень долгое время. Поскольку каждый раз, когда вместе с участниками рынка возвращались к теме договоренности в рамках ОПЕК и прочих стран, мы не видели никакого позитива, который мог бы позволить нам рассуждать о возможности какой-либо сделки, либо важного соглашения. Заседание ОПЕК в эту среду, собственно, оно будет закольцовано, резюмировано уже либо фактической сделкой, либо соглашением, либо еще одним подтверждением того, что стороны в очередной раз не договорились. Из интересных сообщений в последних новостных сводах можно отметить также еще и тот новостной фонд, который у нас был в пятницу по рынку, опять же, черного золота, то, что сейчас 14 стран организации экспортеров НЕТИОПЕК, в принципе, скажем, во главе Саудовской Аравии считают то, что нужно ограничить производство в диапазоне 32,5-33 млн баррелей в сутки. Даже вот Саудовская Аравия делает особый акцент на 32,5 млн баррелей в сутки, считая то, что это как раз тот уровень, который может позволить нам, так же как и другим трейдерам и спекулятам, рассчитывать на восстановление баланса между спросом и предложением. 32,5 млн баррелей в сутки. Непонятно, то есть, каким образом они собираются достигнуть такой планки, учитывая то, что к этой среде ОПЕК уже должен был преодолеть все разногласия в рамках самого картеля и уже должен был расписать индивидуальные квоты для каждого региона. А на сделку приехать с фактическим предложением о том, что мы, как ключевые производители нефти, уже признали тот факт, что именно нам нужно действовать первыми, ограничиваем производство, поэтому, пожалуйста, поддержите нас и прочие производители. Но до сих пор, вот время неумолимо движется вперед, заседание уже послезавтра, никаких квот еще не определено, никаких ограничений еще не зафиксировано, и более того, прежняя конфронтация предустояния продолжается. Если признать тот факт, что 32,5 действительно тот самый заветный уровень, который может позволять нам рассчитывать на какой-то баланс после предложения, вы должны понимать, что, чтобы подобраться к этой планке, нужно сократить производство больше, чем на полтора миллиона баррелей в сутки. Это значит то, что это полтора миллиона баррелей в сутки, которые должны быть ограничены в рамках ОПЕК. И при этом львейная часть, конечно же, этой суммы, этого объема должна корректироваться в рамках Саудовской Аравии, в рамках также Ирака и Ирана. А это как раз те самые регионы, которые не очень-то хотят ограничивать производство. Мы знаем также, что в пятницу Саудовская Аравия обратилась снова к России с инициативой, призывом о том, чтобы с 1 января 2017 года ограничить производство на 500-600 тысяч баррелей в сутки. При этом, если немножко назад, то есть тот новостной фонд, который был зафиксирован еще на рынке, по-моему, в среду, когда Александр Нов, возглавляющий, собственно, энергетический сектор России, сделал акцент, что ситуация в рамках России, она немножко уникальна. То, что в России сейчас не поднимается вопрос о ограничении, о снижении добычи. В России речь идет о приостановке реализации ряда инвестиционных проектов, которые предполагали освоение новых месторождений. И заморозка на текущих уровнях, она, в принципе, равносильно снижению производства, потому что Россия в первом полугодии 2017 года планировала поднять планку добычи нефти с 11,2 миллионов до 11,6. Поэтому, если сейчас Россия остановит, скажем, эти проекты, то, соответственно, вот этот потенциал недобора несколько сотен тысяч баррелей в сутки будет, опять же, реализацией тех самых, скажем, позиций и того предложения, которое звучит со стороны ОПЕК. То есть Россия ограничит выработку на планке 11,2 миллиона. При этом ОПЕК продолжает настаивать на то, что сокращать нужно на 500, на 600 тысяч. Тоже неясно, в принципе, откуда взята эта цифра. Понятно, что только Россия не пойдет навстречу по таким объемам, если вообще будет кредит объем добычи. Как бы то ни было, в среду мы уже обо всем узнаем. Сегодня у нас, в понедельник, должны вроде бы как состояться предварительные переговоры между ОПЕК и странами, которые не входят в этот коммунгомбират. Соответственно, волатильность должна быть повышенной сегодня в рамках торговой сессии. Мы с вами ждем интересные сообщения, которые будут касаться этой темы, опять же, потенциальной сделки. По-прежнему разделяем позицию общего скепсиса, понимая то, что договоренности не будет, а если последует, вряд ли будут эффективными. То есть, вряд ли будут соблюдаться. Ставим на ослабление нефти и надеемся на то, что Brent в ближайшие дни окажется рядом с отметкой 45 долларов за баррель, чтобы потом с еще, может быть, большей уверенностью переписать уже многомесячные минимумы ниже отметки 45 долларов за баррель. Завтра мы снова поговорим о нефти. Я надеюсь, что нам будет что обсудить по комментариям и каким-то, может быть, предварительным, предпредварительным, скажем так, итогом предстоящего заседания. Рубль против американцев 64,69, все без изменений. Восстановление нефти является причиной укрепления рубля, в частности, ослабление нефти, которое мы видели в пятницу, снова вернуло пару в район 65 против американца. Мы ждем еще большего давления на курс российской валюты, поскольку настраиваемся на то, что нефть будет неуклонно снижаться. Евро против американца 1,0646. Сейчас актуальные котировки. Если посмотреть на сегодняшнюю азиатскую торговую сессию и, в принципе, подвести итоги прошлого торгового дня, пятницы, вы сможете легко заметить, как евро растет. И здесь не нужно искать причин в каком-то сильном фундаменте либо заявлениях со стороны национальных европейских монетарных властей по поводу потенциального изменения программы количественного смягчения и монетарных стимулов в сторону ужасачивания. Нет, этого не было. Единственная причина, которая позволила евро сейчас, собственно, отпрянуть от минимальных уровней, это укрепление, точнее, ослабление американцев. Собственно, так же, как и рост долларов, последний не выступал основным фактором давления на котировки европейской валюты. Я очень бы хотел сейчас поговорить о каком-то интересном новостном фоне, который сложился за последние дни вокруг еврозоны. Но, честно говоря, на что-то особенное, что мы еще не разбирали, пока нет возможности сделать ставку, поскольку новостная картина в целом не меняется. На рынке господствуют идеи скорого повышения процентной ставки в рамках АФРС и каждый отчет, который публикуется по США, он только повышает вероятность того, что эти изменения произойдут. И если рассматривать уже коррекцию монетарной политики в рамках американской экономики и сравнивать с тем, что мы наблюдаем по монетарному курсу оппонента доллара, евро и соответственно еврозоме, здесь у нас наша извечная, можно сказать, торговая идея – это контраст монетарных политик, которые сейчас все более и более очевидны, потому что мы уже не гадаем, когда произойдут какие-то изменения. Мы уже с вами закрываем ноябрь месяц и в одном шаге от того, чтобы оказаться в декабре очень насыщенном месяце, который готовит нам массу серьезнейших макроэкономических и инфоповодов, которые, разумеется, будут разгонять волатильность на финансовых площадках. А за волатильностью, как я всегда отмечаю, вы это знаете без меня, и кроется как раз те самые возможности, которые бы в идеале бы использоваться. Что касается перспективы, опять же, монетарных политик, об этом мы уже с вами много говорили, от 14 декабря заседание ФРС, с 8 декабря заседание Европейского Центрального Банка. От ФРС ждем ужесточения монетарной политики, что касается Европейского Центрального Банка, то, как было анонсировано еще несколько недель назад, со стороны того же самого Драги, что программа количественного смягчения сохранит актуальность в течение более длительного периода времени, то есть ультрамягкий подход к стимулам не изменится, потому что ключевая причина, из-за которой и инициировать эти беспрецедентные стимулы, низкая инфляция, это проблема для еврозоны, она еще не решена, потому что индекс потребительских цен, даже несмотря на 80 миллиардов евро в месяц, приходящиеся на программу QE, остается на крайне низких значениях. Не будет ошибок, если мы скажем, что около нулевой территории. 0,5% в годовом выражении, и при подрыве потребительского спроса индекс поползет снова к нулевой отметке, а в месячном выражении мы можем говорить даже и про рисках дефляции. В общем, ждем с вами 8 декабря, ждем с вами заседания Европейского Центрального Банка, и понимаем то, что в ходе этого события мы можем смело рассчитывать на анонс сопродления срока программы количественного смягчения за март 2017 года. Это неплохой стимул, достаточно, чтобы еще больше, скажем, усилиться в идее контраста монетарных политик и не отказываться от того, что евро обязательно доберется до отметки 1,05, а может быть даже приблизиться и к парикетному значению. Евро сейчас растет, потому что слабеет доллар, а доллар слабеет, реагируя на снижение доходности американских бумаг. Вот в частности, вспомним, можно даже переключиться уже на пару долларов японских иен, но вспомним азиатскую сессию в пятницу, когда по сути пара переписала многомесячный хайп, добравшись до локального экстремума, который мы с вами не видели, по-моему, даже с марта месяца прошлого года. И действительно, это была планка непосредственно рядом с уровнем 114 иен против американца. В этот момент как раз доходности американских трежерей зашкаливали. В частности, двухлетки добрались до максимума за 6,5 лет, десятилетки торговались также на максимальном уровне с марта. Но, опять же, после азиатской торговой сессии мы увидели, как трейдеры, ну, может быть, резонирующие резонирующие от остаточного эффекта низколиквидной сессии Днем Благодарения, может быть, в преддверии выходных, и, может быть, даже осознавая, насколько серьезный фундамент у нас в рамках этой недели, и насколько опасным может быть для доходности этих бумаг первая декада декабря. Трейдеры решили фиксировать результат. Это сказалось на доходности американских бумаг, доллар пошел вниз, иринкс тоже, и этим воспользовались, собственно, рисковые активы. Евро, разумеется, который терял так активно в последние торговые дни, но не мог не использовать потенциал локального роста, который был, собственно, предоставлен на рынке, ну, в плане возможности для реализации. Доллар японская иена. У нас была с вами ключевая идея, основанная на том, что активное бюджетное стимулирование Трампа с потенциальным реформированием системы налогообложения и продакционистским подходом к международной торговле будет оказывать разгоняющее воздействие на ВВП и инфляцию и приближать сроки ставки ужесточения, повышения. И уже начинали с 80%, 90%. Сейчас рынок говорит уже о том, что вероятность повышения процентной ставки составляет 100%. И предлагаю даже многим закрывать глаза на те отчеты, которые вот на этой неделе. А у нас отчетов будет очень много. ВВП по США буквально завтра, в среду ДДП, отчет по состоянию американского ориентированного труда и пятница Nonfarm Pels. Какие бы данные мы с вами не увидели, я не сомневаюсь. И абсолютно уверен, что они уже никак не могут повлиять на позицию Федеральной резервной системы касательно сроков нормализации денежно-ковидной политики. Поэтому, если увидим слабые отчеты, все равно ставку повысить. Если увидим сильные отчеты, можно ли сказать, что вероятность таких изменений будет больше 100%? Я думаю, что, наверное, неправильно, но я думаю, сказать можно. Вероятность повышения процентной ставки будет зашкаливать. А значит, доллар сохранит потенциал для роста, поскольку иначе и быть не может. Потому что, в свет за этим повышением процентной ставки, мы с вами уже переключимся на 2017 год и будем говорить о том, что тренд ужесточения монетарной политики продолжится. То есть, американская валюта будет расти дальше. Ослабление, которое мы видели сегодня на азиатской сессии, да, серьезный, да, коррекция. Конечно же, мы сейчас пытаемся прогнозировать дальнейшее поведение. Конечно же, пара может и уйти в район 110 йен против американцев. Может быть, это разворот, который сможет завести пару еще ниже. Но вероятность этого гораздо ниже, чем вероятность возобновления роста и движения пары USD-йена в район следующего сопротивления 115 йен против американцев. Мы, кстати, с вами прошлую неделю, в понедельник, также открывались коррекции. Не такой сильный, правда, как в ходе старта этой недели. Но все-таки видели, как доллар очень быстро реабилитировался, развернулся и начал набирать высоту против своего защитного оппонента японскую валюту. Я думаю, что то же самое произойдет и сейчас. Поэтому делаю очень большую ставку на то, что эту неделю мы с вами закроем чуть ли не рядом с отметкой 115 йен против американцев. Да, такой агрессивный, скажем, подход сейчас к реализации роста, возобновление восходящего движения может быть не совсем оправдан. Но мы с вами очень часто риск, правда, консервативно. Я надеюсь, что многие из вас разделяют мою позицию и также понимают то, что локальная проторговка, консолидация, коррекция, которая наблюдается сейчас по паре юстигенов, это будет иметь среднесрочное продолжение. Напомню, что в прошлую пятницу у нас вышел отчет по состоянию активности в сфере услуг 54,7. Показатель. Неплохая цифра, даже очень хорошая. Сейчас нам нужно фокусироваться уже на завтрашнем отчете по ВВП. Я не сомневаюсь в том, что данные будут еще лучше, чем в прошлый раз, поскольку за последний месяц мы получили очень много релизов по состоянию и активности в сфере услуг, и промышленности, и по рынку труда и по недвижимости, которые позволяют нам настраиваться на позитивный лад. А если еще и добавить сюда те изменения, которые могут произойти в американской экономике от президентства Трампа, то, наверное, у нас есть еще один серьезный аргумент в пользу того, чтобы ставить на хорошие макроэкономические данные и не отказываться от идеи покупки американца против иены. В общем, ждем, пока доходность американских бумаг снова получит основание для роста, и ждем, пока доллар в очередной раз докажет всем, что именно этот поведенный актив, и именно он остается лидером рынка. Евро-доллар, как я уже сказал, ждем коррекцию, ждем тестирования поддержки 1.05. USD иена, здесь нам нужно ориентироваться на возвращение в район 114 иен против американца. Из других валютных пар, фунт против доллара, так и продолжает держаться в довольно узком диапазоне, даже не свойственном для этого валютной паре, 1.24.60, 1.25.60. Сейчас котировки 1.24.93. В пятницу вышел отчет по ВВП, мы позволили себе предположить, что может быть он станет причиной интереса к фунту, либо будет способствовать распродаже, но реакция была очень вялой на этот отчет. В целом показатель, вторая оценка, не окончательно еще, ничуть не изменилось с прошлого показателя, но 0.5% в квартальном выражении, и 2.3% в годовом. На этой неделе у нас индекс делактивности в производственном секторе и в строительстве. Конечно же, мы можем предположить, что из-за резкой революции фунта улучшились показатели торгового баланса, выиграли экспортеры, поскольку повысилась конкурентоспособность. Это могло стать бустом для индикатора по активности в производственном секторе. Допускаю то, что на этой неделе мы увидим хороший отчет по промышленности. А вот что касается строительства, я, в принципе, здесь такой оптимистичной позиции не разделяю. Но еще большую ставку я делаю на сферу услуг, правда, ее мы сможем фронализировать только на следующей неделе. И несмотря на тот фон, который сложится в рамках британца, у нас максимум внимания должно быть приковано прежде всего к доллару, потому что если американец все-таки продолжит расти, и поспособствует тому, чтобы основные валютные оппоненты отступили, собственно, от текущих значений, тогда его фунт уже признает тот факт, что доллар неумолимо движется к решению ФРС по повышению процентной ставки. В общем, если Non-Farm Pels не подведет, если те отчеты, которые еще будут, помимо рынка, собственно, труда, кстати, вот отчет по ОВП, тогда действительно уже сомнений не будет никаких. И единогласно представители ФРС проголосуют за это решение. По фунту мы с вами, поскольку ничего в целом не изменилось, держится, в принципе, и позиция короткая, а многими трейдерами, в том числе и мной, я жду все-таки возвращения пары в район поддержки 1.21 и пытаюсь, конечно же, найти какой-то стимул для этой идеи. Ну, на национальную статистику сейчас сделаем ставку, но она пока не помогает нам, собственно, так же, как и быкам, потому что фунт по-прежнему держится вот в этом узком диапазоне, который я назвал. Ну, может быть, тогда еще больше рост доллара станет тем самым искомым катализатором, чтобы выбить пару из этого диапазона. А, может быть, на этой неделе мы услышим какие-то внеочередные, скажем, комментарии со стороны руководства Англии по поводу вот этого пресловодного, извеченного вопроса, который уже немножко поднадоел по поводу Брекзита. Если будет сделан акцент на реализацию негатива на 10-ю статью Лиссабонского договора, ее неизменный, скажем, и 100-процентный запуск до марта 2017 года, тогда, возможно, фунт окажется под тем давлением, который мы с вами и ожидаем. По другим валютным парам USDCAD у нас котируется на отметке 1.3470. Мы с вами ждем 1.36 и надеемся, что помочь нам в этом сможет как раз рост доллара и ослабление котировок нефти, потому что это две ключевые сейчас идеи, которые актуальны для канадца и которые способны оказать на него самое большое негативное влияние. Уверен то, что до конца этой недели, если все пойдет так, как нам сейчас хотелось и как должно, в принципе, учитывая новостной фонд, 1.36 будет протестировано уже до пятницы. Доллар франка 1.0097. Мы из этой валютной пары с вами вышли. Хорошо, потому что слабость американца стала причиной, собственно, просадки этой валютной пары. А вот евросвисия, то есть наш с вами посыл того, что пара будет двигаться вверх, окажется скоро выше отметки 1.08, а может быть даже приблизится к планке 1.09, пока все без изменений. И действительно пара растет сейчас в котировке 1.07.51. Очень надеюсь на то, что вы оказались в этой длинной сделке с отметки 1.07, может быть даже еще пониже, потому что минимумы были зафиксированы ниже поддержки 1.07. И очень надеюсь на то, что до конца 2016 года вы сможете зафиксировать еще одну очень хорошую пропитную сделку. Австралиец против доллара. Котировки 1, точнее 0.7469. С вами ждем 0.72. Новозелание против американца 0.7081. Здесь также все без изменений. Ждем возвращения к поддержке 0.70. 3 закрепления пары ниже. Из важных событий сегодняшнего дня, пожалуй, стоит отметить только конференцию. Выступление председателя Европейского центрального банка Драги. Очень часто он вещает в последнее время, но какого-либо серьезного воздействия на рынок уже не оказывает. Поскольку все, что мы хотели от него слышать, уже услышали. То, что программа количественного смягчения сохранит свою актуальность и дальше. Под более агрессивным подходом мы сейчас можем настраиваться только на продвение сроков. Ну, не на нарушение ассортимента покупаемых обликаций. В любом случае, если Драги нас сегодня обрадуют мягкими комментариями, скажем ему большое спасибо. Но это только уже постфакт. Пока ждем выступления в 17.00. Послушаем, что он скажет. Итоги подведем уже, соответственно, завтра. Собственно, на этом все. Осталось только пожелать вам исключительно прибыльных сделок, попутного тренда. Пожалуйста, контролируйте риски. Волатильность сейчас будет только усиливаться, поскольку я уже сделал акцент на то, что мы с вами начинаем потихоньку завершать 2016 год. И впереди у нас еще несколько серьезнейших новостных событий. В принципе, которые мы ждем уже не менее полугода. Исходя из потенциала, который заказывался в основах этих идей заранее, вы уже сами прекрасно понимаете то, что рынок либо будет, собственно, удовлетворен решениями, либо разочарован. Но и первое, второе, это либо серьезный рост, либо серьезная коррекция. Ее нужно уметь пережидать, а самое главное при этом это правильные и соблюдающиеся условия и, собственно, моменты и принципы риск менеджмента. На этом, собственно, все. Увидимся сегодня с вами на вебинаре в 16.30 по московскому времени, ну, либо уже на следующем брифинге, который состоится завтра в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. Если есть вопросы, форум о маркетс и о канал на ютюбе. Также жду от вас обратной связи по поводу тех инструментов и активов, на которые сейчас стоит обращать также побольше внимания. Всего доброго. До свидания.